Видите-ка, это Оливия. Я уже как-то показывала, как она себя ведет на незнакомый запах. Это, кстати, не грязная миска она, сука, отшкреблась при отмывании вся краска. Ну, бывает, оказывается, такое. Тут коробочка у нее новая. И вот сейчас покажу, как она ведет себя на незнакомый запах. Морковка, видали? Чем не мамба? Скажи, я тоже так могу кидаться и быть страшной. Незнакомый запах ее нервирует. Она не поймет, что это за хрень неведомая. А это вообще-то морковка почищенная. На тебе. Ты кто вообще? Хрень неведомая. Я очень страшная змея. Да-да-да. Шо это, да, Оливия? Идентификацию объект не прошел. Ну, на всякий случай, надо быть страшной змеей, типа злой. Да, и чтоб отпугнуть вот этот объект неведомый. Слышали маты? М-м-м. Ну, матюкнись еще раз. Да, походу, уже распознала, что там я дальше за морковкой. Это что-то тут не то. Подвох какой-то, да? Солнце мое. Это ладно все. Ну, какая морковка страшная. Пришла к Оливочке. Да. Ну, в принципе, ну, как сказать, она ручная. Просто вот незнакомый запах ее вот нервирует. Тут рука сейчас у меня тоже пахнет морковкой. И вот она некоторое время может меня пугаться. А так вообще ребенок спокойный, ручной. И, кстати, она еще не полиняла. Это она перед линькой посветлела, уже кожа оторвалась. И я уже жду на днях буквально ее линьку. Вот такая красавишно длинная красопета. Так пугаются морковки. Ну, еще раз говорю, обоняние у змей обалденное. И любой незнакомый запах вызывает вот такую защитную реакцию. Включается боевой режим. Это нормально. Мы тоже, пардон, когда чего-то пугаемся, пытаемся как-то реагировать. Ну, у змей, собственно, вот видите, пахнушь морковкой. Ну, а, говорит, все это ты, вот скажи, вот блин, скажи, бывает же такое в жизни. Это, и вот у нее получается такая вот реакция. Я это уже неоднократно показывала, когда она уже распознает, что это я, уже неинтересно кидаться. Ну, вот, а запах-то, скажи, чужой, а руки, зараза, свои, ничего не понятно. Бывает такое в жизни, да, солнце? Да. И, кстати, там зубы как бы не очень страшные, поэтому не смертельно, если ее укусит. Там щеточка, как у гусей во рту. Ну, щипнет, так ущипнет. Для тех, кто не в курсе, что это за длинный такой рулончик, это каспийский полос, не ядовитая змея. Так что ее укус не смертелен, даже если она сильно рассердится. Да, если и надумает, если все-таки решится, ничего тут смертельного. Да, ну, вообще, конечно, я стараюсь перед тем, как к ней идти руки мыть, чтобы сильно ее не кошмарить, потому что она реально различает запахи и на мой так не реагирует, как вот на страшные запахи морковки, лука там и всяких других нереально страшных предметов.